Добрый вечер дорогие друзья в эфире передача ночной размовар и наш гость сегодня погасян Арсен Вазгенович заслуженный мастер спорта по вольной борьбе чемпион краснодарского края по становой тяги и создатель благотворительного фонда краснодара здравствуйте добрый вечер вы просто похожи на леонида из фильма 300 спартанцев арсен очень приятно что на такого актера похожи расскажите да да мы все этот фильм любим расскажите о себе арсен вот как вы пришли к такому большому спорту как вы лишь пришли к тому что занимаетесь столько лет благотворительностью ну начнем со спорта первый вопрос был спорту правильно я к нему пришел из дома можно так сказать отец отправил заниматься и туда дальше пошло она у меня потом была небольшая травма у меня забросил выздоровел опять начал заниматься а благотворительностью начал заниматься то что у меня как бы отец состоит в армянской общине помогаем семьям помогаем семьям помогаем деньгами а вы каким семьям помогаете нуждающимся арсен или тем семьям которые вот переехали в краснодар или вот семьям неполным семьям где нет отца кормильца например ну ситуация разная бывает бывает что отец не работает бывает что отец погиб в таких случаях бывает что ребенок семья находится живут вроде бы как достаточно но кормильца нет вот таким семьям деньгами на операцию всеми гражданством если это возможно ну если нуждаются а что сложнее быть профессиональным спортсменом или быть профессиональным благотворительным меценатом это просто помогать людям которым вы очень нужны я думаю второе сложнее быть потому что здесь нужен подход каждому человеку индивидуально все по-разному воспринимают благотворительность добро кто-то это кто-то это понимает как помощь а кто-то это понимает как 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 польза человека вот есть человек который помогает людям неважно какой национальности но все равно мы здесь вместе интернационал живем кто-то этим пользуется понимаешь есть у человека две руки две ноги он способны работать но знает что у него есть помощь ему могут помочь он этим пользоваться я думаю сложнее быть благотворительностью заниматься сложнее чем спортом спорт как-то идет он по по течению если ты занялся спортом борьбой там или там штангой тянешь она у тебя так и идет у тебя 1 1 1 1 течение скажите пожалуйста арсен а благотворительности имеет значение какая-то национальность вот вы вот в краснодаре занимаетесь благотворительностью вы помогаете только вот например армянским семьям или нет разницы вы помогаете всем нуждающимся или ваша организация сотрудничает больше с диаспорой мне вот интересно знать я тебе вот так скажу она как бы есть община армянская она как бы все нуждающиеся все которые обращаются в армянскую общину кто-то помощь предлагает кто-то приносит эту помощь туда но на самом деле я думаю добра не должно быть национальности у добра не должно быть нации добро не должно выбирать разницы нет это армянин или там русский еще кто-то азербайджанец мы здесь живем мы живем здесь с людьми которыми мы часто встречаемся то есть мы вместе работаем вместе садим за одним столом я считаю что добро она не должно выбирать кто ты по национальности но она ждается человеку я же тебе писал тому когда мы с тобой начали знакомства утреннее приветствие я тебе же говорил что человек должен рождаться именно с таким сердцем чтобы делать благотворительностью заниматься понимаешь есть люди которые не нуждаются ни в чем ни в деньгах ни в работе не и в проблемах не участвует где-то патриотических там событиях они не делают добро они не делают благотворительностью не занимаются понимаешь это моя точка зрения такая арсен вот вы мастер спорта по вольной борьбе а бывало такое что вот ну скажем так на на борцовской арене вы вот сталкивались сталкивались вот с борцами например из азербайджана когда-то мой дядя был заслуженным мастер спорта международного класса по вольной борьбе на риман джафаров но он от грузии выступал в советское время да но потом переехал в азербайджан а вот бывало такое что вашими соперниками были азербайджанские спортсмены очень много бывало бывало и проигрывал бывало и выигрывал это спорт спорте спорте только решается ринг только решается ковер и решение судей там нету никаких призятных отношений друг другу и занимались и занимался я очень много вот чуть-чуть отойдем в сторону короче я вот три года жил в дагестане три года жил в дагестане занимался во всех залах то есть когда борьбой занимался прям плотно занимался в залах были и кумыки и лизгин и я варксы и азербайджанцы все были понимаешь и у нас был чемпионат дагестана по вольной борьбе махачкале чемпионат дагестана и меня поставили с азербайджанса он жил тоже он живет тоже как бы в россии всю жизнь просиживаю с липецкой области приехал на соревнования в этом я думаю ничего такого нету спорте именно в спортивной сфере нету национальных национальных вопросов замечательно то есть полная толерантность и никакого национализма да вот конкретно вот спорт и побеждать сильнейший да если касается спорта то да люди люди разные понимаешь я много я много смотрю эфиры вот в тик токе как бы тебя наблюдал разные люди подключаются у всех разные свои точки зрения вот именно в спорте нету никаких национальных вопросов да и по жизни принципе нету наша наша дружба ну вот между армянами и всеми которые рядом здесь находятся все живут здесь ну будто ее и не было знаешь как бы вражды вражды не было принципе она не она не ощущается здесь понимаешь может быть кто-нибудь там домой едет или у себя в гостях или у себя дома по-другому как-то об слагается но здесь это не чувствуется об этом если кто не говорит все вместе работают здесь все вместе также если нужно и страдали также и делают добро также и зарабатывают как-то так арсен а вот вернемся к твоей любимые мои любимые благотворительности от скажите если к вам обратиться семья например ну например из азербайджана который нужна поддержка или помощь вы окажете и и вот-вот благотворительное общество краснодарского края непосредственно вдруг такой почему бы не а почему перед прежде всего я это делаю не для какой-то цели не для корыстной цели это прежде всего я делаю от чистого сердца то есть не только я и мы как бы в этом не только я один участвую много есть как бы знакомых просто не это делаю я от души и это любом случае сочтется не только людьми но и свыше почему бы не то есть вы верите в будущую дружбу между азербайджанцами армянами верьте в то что когда-нибудь может быть дружба но честно говоря хотелось бы верить в это на самом деле хотелось бы верить просто не знаю ну по сути по сути очень хотелось бы верить и хотелось бы чтоб так оно и было на самом деле но слушая разных разных людей разные мнения то есть даже если о своей национальности говорить армян каждый по-своему слагает понимаешь кто-то толерантен в этом деле кто-то кто-то агрессивно к этому относится понимаешь но в плане плане благотворительностью у нас нету разницы кому помочь а вот в плане если в патриотически от найду подходи к человеку патриот ну национальный патриот это другой же разговор понимаете вот мы тоже действительно потому мы так как бы тоже помогаем несмотря на национальность вот когда был конфликт недавно вот так получилось что один из снарядов попал в дом где живет армянка в ее дом и как бы наши ребята ее выносили и отвезли ее в первую больницу и как же как бы она выжила ее поставили на ноги то есть армянка вот в ее дом попал снаряд поэтому вот как бы несмотря на национальность городе гианджа и сразу сразу в скорую помощь ребята на руках ее вынесли довезли вылечили и она жива здорова то есть я считаю что человек которому нужна помощь который нуждается в поддержке и чисто в медицинской помощи этому человеку нельзя отказывать здесь не зря существует такая клятва как клятва гиппократа скажи а какие чувства ты переживаешь когда вот вспоминаешь про конфликт вот азербайджан и армении вот как как так к этому относишься вот что ты думаешь об этом арсен сейчас я тебе скажу я как бы вот этот конфликт был война началась конечно неприятно я сам тоже родом оттуда вас в арденис в арденис в девяносто четвертом году приехали у меня мама оттуда папа отсюда конечно неприятно и любом случае если родственники товарищи друзья и как и у всех людей конечно переживал как-то ну неприятно но с другой стороны понимая что там другая течение жизни идет здесь другая течение жизни понимаешь здесь люди вот здесь грубо говоря ну чтобы ты понимал мы сидели за одним столом именно в этот день когда была война сидел с вашим же земляком то есть ты сидел за одним столом с азербайджанцем и шла война в карабахе но мы не наблюдали эту как она шла мы просто сидели за одним столом и об этом обсуждали о чем говорили мне просто интересно вот азербайджан с армянином в краснодаре о чем говорил во время вот войны вот просто поделись чуть-чуть вот принципе то же самое что мы с тобой говорим только на мирной основе также вот чтобы была дружба зачем это нужно ну вот так а вот кому это нужно было по-твоему вообще вот весь этот конфликт 30-летний кому нужен был жили же спокойно я думаю что если если так взять я думаю что это не нужно было не нужно было принципе не нам не вам если к этому склоняться это государству политические моменты это политические моменты свое время когда-то что-то мы опять видишь с тобой уходим в эту сферу я за мирное общение как бы вообще хотел я смотрел твой эфир твой эфир ты мне кстати писал там один сапширонска помнишь да 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 сапширонска армянин да 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 очень очень хороший собеседник дата сандата сапширонска очень хорош собеседник я вот смотрел да мне друзья показывали как бы не друг есть вот он не показывал честно говоря мне не понравился как он на себе и слагается на самом деле я бы хотел бы встретить и задать хороших То есть ты хочешь встретиться с этим Тайсоном и ему задать вопросы? Да не только задать вопросы. Я бы, наверное, с ним даже и подрался. Скажи, Арсентьян, а почему ты армянин, хочешь с другим армянином подраться? По какому вопросу? Что тебя не устроило? Дело не в том, что другой армянин. Мы, в принципе, все одинаковые. Все мы люди, да. Просто мне он не нравится, я смотрю за ним, смотрю его шоу, смотрю, как там он в ринге. Мне не нравится его общение с людьми, его грубость. Профессиональное спортивное поведение не нравится, да? Да, спортивное поведение конкретно не нравится. То есть у него нет уважения к другим людям. Вот, может, знаешь такого спортсмена, тоже азербайджанский боксер есть, я забыл его, как зовут. Азербайджанский боксер Наврузов, по-моему. Эмиль Наврузов, во, вспомнил. Эмиль Наврузов. Вот. Я, он сюда, в Сочи приезжал на сборы, в Адлер, в Сочи. Мы с ним, ну, как бы не очень хорошо знакомы, чтобы так не получилось, но я с ним знаком. То есть, смотря его, вот, этого человека поведение, как он себя ведет после боя и до боя, у него же тоже встречались в ринге и армяне, и русские, ну, все разные. Ну, по сравнению вот с нашим человеком, я вот хотел бы просто его воспитать, и все. В воспитательных целях. И пример поставить вот этого Эмиля Наврузова, например. Да, да, вот честно я тебе скажу. Есть люди, которые пример приводят, понимаешь, а есть наоборот. Вот именно конкретно за этого Тайсона я говорю, не говорю за остальных. Есть очень много спортсменов, которых я с ними в зале занимался. Ну, как бы и сейчас, ребят, вот, Мигран Арутюнян, вот, тоже действующий чемпион по борьбе, он в ММА участвовал. Вот, вот за этих людей ничего не могу сказать, и они тоже, как бы, наши участники в благотворительном фонде. Вот, чтобы ты понимал, что мы здесь находимся в одной большой тарелке, и мы, как бы, с друг другом имеем общение. Может быть, у кого-то за душой, там, не хотят никого оскорбить, там, огорчить. Об этом в любом случае, в своем узком кругу, об этом разговаривают, там, за национальность, там, Азербайджан и Армянин, Армянин и Азербайджан. Но в плане общения, дружбы и работы нету таких разговоров. Скажи, пожалуйста, вот, Арсен, вернемся немножко к нашей... Можно еще один вопрос? Извиняюсь, что... Нужно! Нужно! Если будет такая возможность меня с этим Тайсоном в конференции свести, ну, если такая возможность будет, просто у меня с ним связи нету, я не могу. Не беспокойся, на телеканале CBC есть с ним эфир, и он уже знает, как подключаться к нашим эфирам. Мы с удовольствием в следующий раз пригласим одновременно и тебя, и Тайсона. Надеюсь, это не будет батл в прямом эфире. Я надеюсь на ваш мирный разговор. Я не за батл говорю, я ему пишу, я ему пишу. Не беспокойся, не беспокойся, мы с ним свяжемся, не беспокойся. Стоссети ему пишут, он мне не отвечает, понимаешь? Не беспокойся, не беспокойся, мы выйдем. Да не беспокойся, я вообще сам по себе спокойный человек. Я просто как бы хотел бы курс вас поставить, если... Просто у вас разная весовая категория, Арсен, понимаешь, вот в чем вопрос. Я не думал, что азербайджанец будет рефери у двух армян. Честно, я себе такое не представлял. Я услышал. Ну это так, просто разговор, дружеский разговор. У нас не конфликт, ничего. Мы дружеские. Я просто тебе высказал свою точку зрения, что мне человек не нравится. Если есть такая возможность... Все, я ему передам, Арсен, не беспокойся. Все, я тебя услышу. Напишу, передам твой номер, поговорим, встретимся, поговорим в прямом эфире. Решим, короче, вопрос, не беспокойся, решим. Решим вопрос в прямом эфире на телеканале CBC. Я вас услышу. Арсен, скажи, пожалуйста, вернемся к нашей любимой благотворительности, которая нас объединяет. Что сложнее, собирать деньги на благотворительные цели или правильно их тратить, на более, скажем так, горячие точки их отправлять как помощь, как поддержку? Что сложнее тебе, как человека, который в этом? Я тебе бы вот так скажу, Кемран. Благотворительность разная бывает, сам знаешь. Есть, которые приносят человеку пользу от этого, от благотворительности. Есть, которые приносят пользу для кого-то, но вред для чего-то. Понимаешь? Вот такая тоже есть благотворительность. Я конкретно за свою деятельность скажу, чем я занимаюсь. Если касается конкретно войны, я против этого всего. Я вообще сам, ну, как бы верю в Бога. Есть у меня такие чувства. И не хотелось бы свои деньги направлять именно на то, чтобы делать своей нации хорошо и кому-то плохо. Ведь у этих людей тоже есть матеря, у этих людей тоже есть свои достоянства. Ну, в любом случае, куда бы ты человек не отправлял бы свои деньги, как бы благотворительность. Ну, она достигает, только человеку урон делает. Понимаешь? Вот конкретно за свое, чем я занимаюсь, я доволен. И я могу это говорить не только своей нации и все. Как-то так. Вот у меня вот такие мнения. Если я что-то неправильно сказал или неправильно вывод сделал, то простите. Все верно. А скажи, вот сегодня, если вдруг понадобится собрать деньги, вот для человека, который очень больно. Ты знаешь, я в последнее время столкнулся с одним случаем. Одному мальчику нужен укол. Этот укол стоит около двух миллионов долларов, да? Известный случай, да? В мире каждый месяц заболевает только один человек. По-моему, это СМА называется. Допустим, да? Вот твой фонд готов был бы перечислить, например, там, ну, не самую большую, такую нормальную сумму для того, чтобы вот эту сумму передали вот какому-то ребенку за границей, например. Этот ребенок не гражданин России, не гражданин Армении. Ну, грубо говоря, где-то вот в Америке кто-то заболел. Вы бы смогли бы это сделать? Ну, вот нужна очень ваша помощь. Я думаю, смогли бы. Это же не обсуждается только мной. В любом случае, коллектив собирается. То есть ты выносишь все на обсуждение? А? Выносишь все на обсуждение, да? Ну, в любом случае, это же как бы, если бы я был бы конкретно относился к финансовым этим делам, я бы, наверное, в любом случае посоветовал бы, предложил бы. Потому что такая ситуация у нас тоже есть. Вот у нас в городе Лао живет парень, который разбился по глупости в аварии. Жив, здоров, все. Но он ослеплен. Был сахарный диабетик, инсулином колоссе. Вот ему, чтобы восстановить хотя бы черно-белое зрение, ему минимум 10 миллионов денег надо. И то не в Россию, а везти его в Германию надо. Там что-то делать, короче. Ну, с его организмом. Понимаешь? И у нас есть и объявления, у нас есть и как бы предложения. Арсен, а вот как вы помогаете, вот именно благотворители Краснодара, именно Армении, мне интересно. Вот непосредственно вы едете в Армению, привозите какой-то импревиант, привозите, скажем так, да, ну, какие-то суммы передаете, скидываете на карту. Вот как именно армянам в Армении вы помогаете, мне интересно. Ну, по-разному бывает, что и продовольствие, ну, вот в случае этого помогали люди. И бывает такое, что человек доверенное лицо, которое не какой-то там фейк, который, ну, только свой карман. И на карту, и так, и лично привозят. Бывает и такое, да. А вот кто больше всего, по-вашему, сейчас нуждается в помощи? Вот больше всего к вам кто обращается? В помощи, в помощи в людях или в стране? Нет, вот именно вот конкретные люди к вам больше части откуда обращаются? С Армении, беженцы, может быть, может быть, кто-то с России, может быть, с Белоруссии, может быть, краснодарчане сами. Кто конкретно вот к вам больше обращается и с какой проблемой? Ну, в данный момент, в данный момент обращаются люди, те, которые приехали сюда, переехали, то есть, вернее, с Армении сюда. Да, это, если касается моей навыки. А почему они переезжают вообще с Армении в Краснодар? Вот почему их так много в Краснодаре, и они все больше переезжают? Армения же, в принципе, страна немаленькая. Там на квадратный километр приходится гораздо меньше людей, чем, например, в той же Турции, в том же Азербайджане. Нет, в России земли больше. Но вот если так посмотреть, то Армения большая страна. Почему они все-таки переезжают? Ну, все по-разному, понимаешь, Кимран? Все по-разному свою жизнь рассматривают, все по-разному слагаются. И я не могу отталкиваться от их слов. Я тебе просто мое мнение скажу, то, что я со своей стороны вижу. Я, например, переехал в 1994 году. У меня отец был шахтером, работал там, отсюда его отправили. Он с мамой познакомился, нас забрал. То есть, он в любом случае домой привел нас, ну, к себе домой. Все по-разному. Кто-то женился, приехал здесь, у него гражданства нет, обращаются. Тяжело гражданство сделать. Кто-то переезжает жить к родственникам, работать остается. У всех разные... То есть, и всем нужна ваша поддержка, как бы, да? Кому с документами? Ну, не всем. Почему? Не всем. Не говоря о том... Я не говорю о том, что все вот, кто бы приходил, обращался, писал, звонил. Не всем. У всех разные свои цели есть. Как есть добрые цели, так и есть корыстные цели, понимаешь? Люди разные бывают, и все по-разному обращаются. А кому нужна на сегодняшний день, кому нужна помощь, это тем людям, я считаю. Это мое личное мнение, может, это не в тему будет. Я считаю, тем людям нужна помощь, у кого уже душа очернелась, понимаешь? Что бы вы им хотели пожелать этим самым людям, у которых, как вы говорите, душа очернелась, и людям с белой душой? Что вы желаете всем людям на земле? Обратитесь, пожалуйста. Я хотел бы, вот, пользуясь случаем, конечно, обратиться ко всем людям, вне зависимости от национальности. Азербайджанец, русский, армянин, украинец. В Украине тоже очень сложно. Ну, мы всем людям, у которых есть душа, у которых есть сердце, в первую очередь не кого-то винить, называть, там, этот плохой, этот такой. Нации нет плохих, нет также и плохих людей на самом деле. Я хотел бы, чтобы эти люди хотя бы в первую очередь поняли, что кроме людей, кроме всех проблем и всяких вот этих вот патриотических, есть Бог, который создал нас всех, так же и как вас, так же, как и меня, и как и всех остальных, есть Бог. В любом случае, что бы мы ни делали, как бы мы ни делили землю, квадратуру, таблетки, там, оружие, в любом случае, каждый из нас будет в ответе. И этим же, я знаю, что у вас сейчас месяц Рамадан, правильно идет? Алло. Да, да, все верно, все верно. Вот, я хотел бы именно ваш же праздник, хотел бы пожелать от меня лично, не от кого-то, там, не от всех, от меня лично, хотел бы пожелать тебе и всему твоему народу поближе быть к Богу. Единственное, единственное прозрение и правда находится у него. Так что, так что, и к нашему народу тоже хотел бы обратиться, к нашим людям, местным, приезжим, здесь, где я сейчас нахожусь. Хотел бы сказать, что не нужно ничего делить между собой, ни землю, ничего делить не надо. По возможности, пока мы дышим, пока мы кушаем, пока нам дает Всевышний эту еду, надо уметь делиться. Есть люди, у которых много денег, у которых много власти, у которых много возможностей, у них нет здоровья. Понимаешь? И единственное, я горжусь тем, что я родился вот с таким сердцем. Понимаешь? Может быть, для кого-то это непонятно, что я родился с таким толерантным сердцем. Понимаешь? Ну, не все можно пускать в доброту. Надо отсеивать. Спасибо тебе большое, Арсен, за душевную беседу, за добрые слова, за веру в мир, за все то хорошее, что ты делаешь на этой земле. Благодарю тебя за откровенный разговор. Честно. Это было душевно, Арсен. Ты очень душевно поговорил со мной. Благодарю тебя за это. Будь здоров. Если я что-то не так сказал, если я что-то не так выразился или пытался объяснить недоносность... Все замечательно, Арсен Джан. Мы обязательно тебе устроим онлайн-встречу с Тайсоном. Возможно, даже с Майком. Возможно, даже с Майком. Лучше бы было, знаешь, что, Тайсон Тайсоном, понятно, это в любом случае хайп и вошний. Я хотел бы, знаешь, просто чтобы в моменте это все переключилось, не вот просто уберем сейчас вот это все диалог вот этот про войну, про это все благотворить. Я хотел бы просто все вот так сейчас переключилось во время, не знаю, тысячи лет или сколько когда было СССР. вернулось бы это, чтобы мы могли друг к другу, мы могли друг к другу без оружия, без гнева войти в дом, попить воды, попить кофе, чай. И съесть долму. И также уйти. Долму, шашлык, кикбаб, какая разница? Главное, чтобы от этого была польза. Не важно, чтобы было вкусно. Спасибо тебе большое. Так что. Спасибо. С нами был, дорогие друзья, Пагассян Арсен Вазгенович, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, чемпион Краснодара по становой тяге, большой благотворитель с большим сердцем. Спасибо большое. До свидания, Арсен. Всем привет. Доброго дня. С вами была передача «Ночной размовар». До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok